Слава Богу, братья и сестры, за возможность в этот замечательный солнечный день быть в доме Господнем, для того, чтобы читать Божие Слово и размышлять над Ним. Давайте откроем наши Библии и вместе прочитаем из послания пустого Павла Филиппийца из третьей главы несколько стихов. С тринадцатого полу, пятнадцатого. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? И если же Вы о чем иначе мыслите, то и это Бог Вам откроет. Итак, Писание говорит нам о том, что у апостола Фавла была цель, цель, которой он стремился изо всех сил. И вы знаете, его жизнь как проповедника, как евангелиста была очень трудной. И выгнали, преследовали иногда, и один раз его даже не убили камнями, да так, что вытащили из города и бросили, почитая умершим. Он, видимо, лежал без сознания, без дыха, на него кости были поломаны, он истекал кровью, и все подумали, что он уже умер. Это было страшное избиение. В Ветхом Завете побиение камнями всегда заканчивалось смертью. И вот, представьте себе, вокруг собираются ученики, видимо, для того, чтобы уже захоронить его тело. И вдруг происходит чудо. Павел поднимается. Бог восстанавливает его. Бог исцеляет его тело, его кости. И что он делает? Он снова идет в город и начинает проповедовать Евангелие. Он не ропщик. Он не задает Богу вопросы, как, почему мне это приключилось, да? За какие грехи? Ведь я же проповедую Евангелие. Он идет и продолжает делать то, что делал до этого. И я думаю, что вот такая посвященность, вот такая жертвенность апостола Павла, она связана с тем, чтобы у него была цель. Цель, которую он видел перед собой совершенно четко и шел к ней на протяжении всей своей жизни. И сегодня перед нами стоит вопрос, братья и сестры. Какие цели, как христиане, мы ставим перед собой в духовной жизни? К чему мы стремимся? Давайте попробуем посмотреть на самые такие распространенные примеры. Когда человек только-только начинает ходить на собрания, то какую цель перед ним ставят? Ему говорят, тебе необходимо покаяться. Тебе необходимо получить прощение грехов. Тебе необходимо получить вечную жизнь. И это действительно самая первая задача, которая стоит перед человеком, который только-только начал ходить на служение. Потому что без покаяния, без рождения смыше, ни о каком дальнейшем в духовном гости не может быть и речи. Но вот человек плакается. Грехи прощены. Спасение у человека уже есть. И перед ним ставят следующую цель. Ему говорят, послушай, теперь тебе необходимо духовное крещение. И человек начинает ревновать, начинает просить, а порой даже выпрашивать, Господи, крести меня Духом Святым. Проходит время, наступает день, когда и эта цель достигнута. Человек получает духовное крещение со знамением иных языков. И стоит вопрос, а что же дальше? И вы знаете, зачастую дальше может наступить какой-то вакуум или пустота. Человеку может показаться, что он уже всего достиг. Спасение есть. Вечная жизнь уже получена во Христе Иисусе. Духовное крещение получил. К чему еще стремиться? Чего еще хотеть? И вы знаете, это опасный момент в жизни. Потому что если человек перестает ставить перед собой все более и более высокие цели, то результат всегда один и тот же. Зачастую теряются даже достигнутые позиции и происходят откат назад. Почему? Потому что жизнь, как физическая, так и духовная, она чем-то напоминает, вот когда человек плывет против течения. Если перестаешь прилагать активные усилия, то что? Течение сносит тебя вниз. И происходит духовное отлаждение, ослабление веры и потеря первой любви к Богу. То, о чем написано в книге Откровения. И стоит вопрос. Какова должна быть наша цель? К чему нам необходимо стремиться для того, чтобы наш духовный рост не останавливался после того, когда Господь дает нам духовное крещение? Очевидно, что наша цель должна быть достаточно высокой и отдаленной, чтобы стремление к этой цели, оно не прекращалось ни тут на земле, ни там в вечности. С другой стороны, стремление к этой цели, достижение этой цели должно поддаваться определенной оценке, чтобы по истечению определенного времени каждый из нас мог проверить самого себя и понять, насколько же мы приблизились к этой цели. Что я имею в виду? Представьте себе, спортсмен, допустим, штангист, ставит перед собой цель поднимать штангу весом в 200 килограмм. Сегодня он поднимает только 70. Через месяц тренировок 100. Через полгода 150 килограмм. И так далее. То есть, проходит промежуток времени, делается замер, и сразу видно, насколько человек приблизился к своей цели. Теперь давайте посмотрим на жену христианина. Можем ему сказать, что после духовного крещения нашей конечной целью является, скажем, плод Духа. Знаете, Писание говорит нам, что иметь плод Духа необычайно важно. Потому что, когда мы пристанем однажды перед Богом, то Господь, Он не будет смотреть на дары, которые Он дает многим. Он, во-первых, обратит внимание на плод. Плод, который возрастает внутри нас. Плод, о котором написано в послании апостола Папа под Галатом. Но, братья и сестры, если считать, что нашей целью, конечно, является плод сам по себе, то какой перекос может произойти? В наших молитвах мы можем просить у Бога и говорить, Господи, дай любви, дай мира, дай кротости, дай смирения, да? И все остальное, что написано в послании Галатом. Но, друзья, где написано, что об этом нужно просить и выпрашивать? Дай, дай, дай. Написано, достигайте любви. Но чтобы просить, я этого не выхожу. Представьте себе, парень и девушка образуют в семье. Разве они ставят перед собой сразу цель иметь, там, скажем, пять или десять детей? Нет, конечно. У них другая цель. Они просто хотят быть вместе, иметь общение друг с другом. И в результате этого общения, в результате любви, сами по себе совершенно естественно появляются дети. И вот точно так же плод духа. Если мы с вами стремимся к правильной цели, то этот плод духа, он возрастает внутри нас совершенно естественно и как бы незаметно, проходит время, смотришь, уже есть воздержание, есть вера, есть кротость, есть милосердие, уже есть и любовь. И стоит вопрос, какова должна быть наша цель, как христиан, для того, чтобы вот этот плод духа возрастал у нас совершенно естественно и незаметно. Давайте посмотрим на библейский пример в лице Давида. В 26-м салме, в 4-м стихе, он выразил свою цель в одном предложении. Тут написано следующее. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во всей жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид не просил у Бога богатства, долгих лет жизни, не просил у Бога славы, не просил у Него даже любви, там, родости, несмирения. Единственное, чего он просил, это пребывать в доме Господнем и созерцать красоту Господню. То есть, если говорить более понятным языком, он желал близости и общения с Богом. Вот это была его главная цель по жизни. И если мы с вами хотим возрастать духовно, то нужно понимать, что перед нами, как христианами, стоит глобальная цель достигать предельной близости и общения с Богом. Потому что, когда человек оказывается на грани смерти, то, вы знаете, все остальные моменты, они отходят на задний план. Единственное, что определяет дальнейшую судьбу человека, где он будет проводить вечность, это отношения с Богом. Именно от них зависит, где будет человек проводить вечность. В хорошем месте или в плохом. Поэтому для нас так важно поставить перед собой осознанно цель жажды близости и общения с Богом. И в заключение мне хотелось бы прочитать из первого послания Иоанна, из первой главы, третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Аминь.